Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Спасибо, что смотрите. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый ролик. Я наконец-то купил себе в коллекцию редкую монету Украины. Представьте, только за 10 тысяч гривен. Я покажу вам ее в этом видео. Ситуация в нашей стране продолжает быть неопределенной. Карантин продлили. А это значит, что в продаже будут появляться интересные монеты, так как много кому нужны сейчас наличные деньги. Как вы знаете, я покупаю к себе в коллекцию пробные или редкие монеты Украины. Это могут быть разные номиналы. От одной копейки, 25, 50, ну и конечно гривны. Ссылка на мой телеграмм будет в описании к этому видео. В этом видео я покажу вам пробную монету, отщеканенную на Луганском станкостроительном заводе, которую не встретить в обороте. И расскажу историю ее появления. А в конце видео я разыграю копию этой монеты и подарю ее абсолютно бесплатно. Условия розыгрыша будут немного дальше. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Супер подарок сделал себе в коллекцию. Я купил редкую монету Украины на аукционе Виолити. В момент торгов было одновременно 2 монеты 15 копеек 1992 года. Но я выбрал таки именно эту монету. Вообще на Виолити появляются действительно интересные и редкие вещи, подлинность которых подтверждают эксперты на форуме Виолити. Ссылка на аукцион и YouTube канал будет в описании ролика. Теперь у меня в коллекции уже есть 2 редких пробных монеты Украины. Кстати, видео с пробным монетовидным жетоном Шагом уже есть у меня на канале. Ссылка в описании или в подсказке. Посмотрите, если не видели. На Луганском станкостроительном заводе чеканились первые монеты независимой Украины с 1992 по 1997 год. У нас очень интересная история появления монет Украины, поэтому я собираю эту тему. Конечно, со всей этой ситуацией рынок монет Украины довольно нестабилен в ценовом плане. Да и времени прошло очень мало с точки зрения взгляда на украинскую нумизматику. И у нас очень молодая страна. Для меня это в первую очередь хобби. Я получаю огромное удовольствие от коллекционирования монет Украины. Итак, покажу вам первый экземпляр моей коллекции. Пробный монетовидный жетон Шаг. Так их начали называть коллекционеры. И шаги проложили путь украинской монете. Что за монета 15 копеек Украины? Наверняка вы не видели ее. Или даже не слышали о ее существовании. Количество номиналов монет в те далекие времена в нашей стране могло быть еще больше. Хотя сейчас происходит изменение добавления новых монет в обиход. Таких как 1, 2, 5 и 10 гривен. Это уже реальность. Тогда планировалось запустить еще 3,15 копеек. В 1992 году директор монетного двора высказал удивление по поводу большого количества монет. Которые предполагается вводить в Украине. Оптимальное число до 8 монет. Так как решение о выпуске такого количества монет просто экономически невыгодно. Возможно, эта приписка в одном из отчетов стала основой для инициирования вопроса об уменьшении количества номиналов до 7 штук. Путем ликвидации некратных гривни 3 и 15 копеек. Но это было позже. Но как же появились 15 копеек? С февраля по май 1992 года идет вырубка заготовок под 15 копеек. В конце мая плансоны 15 копеек были готовы. И в тот же день по воспоминаниям сотрудников завода на гидравлическом прессе штамповщик отчеканил несколько экземпляров монет. Которые должны были стать первыми официальными в истории Украины монетами номиналом 15 копеек. Но в 1993 году две монеты убрали, так как получался сильно большой монетный ряд и это посчитали экономически невыгодным. Первая монета это 3 копейки. Дизайн на них тоже был создан и чертеж был в первом отделе завода. Вы видите уникальную архивную фотографию дизайна 3 копеек, которую мне для видео предоставил бывший сотрудник завода. И это не первые зарисовки дизайна, которые появлялись еще в феврале. Это вполне реальный дизайн 3 копеек Украины. Заготовка под эту монету была продана на одном из нумизматических форумов. Но про заготовки я расскажу немного дальше. И покажу заготовку под 15 копеек. Вторая монета это 15 копеек. 1992 года. По информации одного из сотрудников завода, который любезно поделился с моим каналом, огромная ему кстати за это благодарность, существовали такие варианты. Отчеканили официально монеты 15 копеек после опробирования аверса вместе с реверсом 50 шагов из таких металлов. Первая пробная партия монет 15 копеек была сделана из латуни, но не больше 30 штук. Вторая партия сделана на патронной стали. Около 300 штук. Моя монета как раз сталь, покрытая латунью, которую иногда называют патронная сталь. И небольшая партия была чеканена из нержавеющей стали. Чеканку производил начальник инструментального производства. Это около 10 монет. Заготовки гуртят. Это процесс, когда из вырубленных кружочков делают рондели. Это этап перед нанесением гурта. Сейчас перед вашими глазами латунная заготовка под монету 15 копеек. Стоимость такой заготовки от 500 гривен. Многие коллекционеры добавляют к себе в коллекцию обиходных монет заготовки, так как это очень интересно смотрится в альбоме. Кстати, мне встречались и заготовки для монет от НБУ по 2 гривны и 5 гривен юбилейные. Сейчас вы видите их перед своими глазами. Кстати, если бы вы хотели к себе комплект заготовок под монеты Украины, напишите мне в телеграм. Моя монета 15 копеек – это сталь, покрытая латунью с 4 ягодами. Как мы знаем, позже появились несколько пуансонов 15 копеек с 3 ягодами. Этой монеты у меня нет в коллекции, чтобы вам ее показать. Но по информации от бывшего сотрудника завода, это специально сделаны фальшивки. Кстати, на моей монете мы видим следы соударения штампов. Во время чеканки монет бывали случаи, когда заготовка не попадает между штампами и штампу соударяются друг от друга. А так как штампы обладают пластичностью, то на них остаются следы противоположного штампа. Получается, что штамп Аверса отчеканил изображение монеты на штампы Реверса и наоборот. При дальнейшей чеканке на монетах эти следы становятся видны в виде негативного изображения противоположной стороны. Соударения пошли, когда начали продавать монеты на сторону с целью получения заработка. В моей монете подлинный штамп, но поздний выпуск после аннулирования номинала. Друзья, в описании к видео будет ссылка на книгу «Первый монетный двор Украины», материалы из которой представлены в выпуске. Эта книга есть в интернете с разрешения автора. Огромная благодарность ему за проделанную работу при создании этой книги и, конечно, форуму ИТК. Ссылка на него тоже будет в описании. А перед тем, как мы перейдем к конкурсу на 15 копеек, копию, которую буду разыгрывать, напишите мне в комментариях, насколько интересно вам было это видео. Стоит ли продолжать снимать подобные ролики про первые пробные монеты Украины. В видео показаны материалы из книги «Первый монетный двор». Автор – Люлько Александр Сергеевич. Книга вдохновила меня на создание данного видео. А для участия в конкурсе нужно быть подписчиком этого канала и подписаться на мой второй канал «Мани Академи». Ссылка будет в описании. Конкурс проводится среди всех тех, кто оставит здесь любой комментарий. Количество комментариев не ограничено. Это может быть вопрос про монеты, предлагайте идеи для моих видео. И как только в этом видео наберется 1000 лайков, я проведу розыгрыш. А чтобы это было поскорее, пожалуйста, поделитесь моим каналом и этим видео с друзьями. Все просто. А все, кто досмотрел до этого момента, пишите комментарии, начиная со слов «Фартовый коллекционер». До встречи в новом видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok